всем привет дорогие зрители сегодня буду снимать видео о том как проходит обследование детей в германии и так у нас глебу исполнилось 5 лет и ему был назначен термин на обследование обследование называется вот нам дали такой книжечку у кинда акса и мы будем с ней ходить постоянно обследование кто будет назначать обследование называется у 9 это 60 64 не месяц 60 64 месяц жизни ребенка 5 лет написано так и что же входит в это обследование сейчас я все подробно расскажу термин был назначен на половину пятого дня мы пришли там немножко раньше пришли на без 15 4 после детского сада сразу и нас приняли не половина пятого нас приняли раньше первый врач нас принял раньше он принял нас где-то без 10 либо без пяти четыре так и что же мы проходили у первого врача киндра акса сразу нам замерили вес рост ребенка кстати его рост в пять лет один метр девятнадцать сантиметров довольно таки высокий сделали обмер головы потом знание цифр и букв то есть прошли какие цифры показывали цифры что за цифра должен было ответить что это за цифра что это за букву естественно букв он еще не знает немецкие поэтому буквы он не ответил цифру он знает отвечал он все на русском с нами была валентина качестве переводчика с форда крайс интеграцион с этой организации она ходила с нами на термин он говорил по-русски она либо я переводили на немецкий доктор вот потом нужно было распознать эти цифры на такой как бы расплывчатой картинке как есть у врачей в россии такие показывают картинка там еле заметные цифры нужно их распознать вот так такое было тестирование на зрение как бы и потом еще проводили также тестирование как далеко как хорошо видит ребенок на расстоянии где-то наверное метра два-три скорее всего на три метра врач отошел показывал плакат на котором были нарисованы не буквы а нарисованы были различные картинки и иначе по очереди скрывал то правый то левый глаз а глеб у нас говорил что это за картинки тоже более на русском языке все потом мы поверь померили давление у этого же врача давление было нормально в пределах нормы и еще проводили проверку слухом у них такой интересный аппарат с наушниками одевают ребенка наушники аппарат дим там лампочки мигают различные ставить листочек на эти лампочки чтобы видно и отметки делать потом и когда ребенок услышит какой-то звук он должен сказать об этом ну со слухом у нас отлично он очень хорошо слышит вот это было у нас значит у первого врача потом термин ко второму врачу нас будет был назначен ность на 17 часов нас приняли где-то наверное минут 15 минут двадцать шестого уже чуть позже потому что там скопилось большое количество детей очень было много народа тоже все проходили обследование и поэтому немножко задержали и вот это наверное 15 либо двадцать шестого нас приняли так что нам нужно было делать во второго врача и так у второго врача сначала врач послушала сердцебиение и прослушал легкие как обычно и в россии это делают потом врач осмотрел провела осмотр глаз и ушей посмотрела горло пощупала глада называется да наши вот это все посмотрела следующее было это знание цвета то есть знает ли ребенок цвет или не знает спасила какой его любимый цвет он выбрал желтый цвет она спросила как цвет называется он естественно сказал желтый по-русскому и мы врачу говорили что это гель по немецкому все потом дальше врач начала рисовать различные фигурки на листочке взяла листок и начала рисовать различные фигуры первой фигуры был круг он сказал что это круг потом крестик нарисовала треугольник квадрат все эти фигуры он ей сказал блэк как называется то есть фигура он нас все знают потом нарисовал две линии одну короткую другую длинную просила показать более длинную тоже все правильно показал потом она попросила эти фигуры нарисовать его самому вот он должен был нарисовать все то что она ему рисовала он нарисовал немножко не получилось конечно треугольник нарисовать остальное все он очень хорошо нарисовал вот после этого как посмотрели какой цвет как знание цвета она попросила его посчитать сначала спросила может ли он посчитать до 10 на русском мы сказать что может посчитать до 10 на немецком и он и посчитал не до 10 он и посчитал до 19 он у нас хорошо считает до 19 на немецком именно до 19 не до цити не какой-то цифра до 19 она сказала за год то есть очень хорошо все то есть проверили цифры как знает ребенок цифры потом нужно было сказать какие заболевания она заполняла для себя анкету и нужно было спрашивать какие заболевания ребенка все мы это ответили никаких заболеваний аллергии там подобное ребенка нет потом что еще проводили проводили также у этого врача проверка была осанки то есть ребенок должен был согнуться и руками доставить до пола с прямыми ногами не сгибая ноги проверяли осанку потом проверяли может ли ребенок ходить на цепочках нужно было встать на цепочке пройти там 12 метров потом нужно было прыгать то есть проверять как ребенок прыгает как далеко он прыгает то есть он попрыгнул на сглиб еще потом еще также врач проводил осмотр половых органов у ребенка на это обязательно видимо тоже проверка что еще обязательно собой врачу нужно брать прививочную карту которую мы привезли с собой из россии она на русском языке но все препараты которые когда-то кололи и написаны на латыни поэтому они понимают это латынь и просили только перевести валентину название против каких заболеваний проводились эти прививки и у ему не хватило там трех прививок которые ему сделают здесь одно из которых мы сделали вчера на приеме к киндер-арцем вот сделали прививку прививки делались интереснее но тоже так же иголка и укол но сначала побрызгали это скорее всего спортовой на раствор какой-то несколько раз на руку и мы делали в плечо побрызгать потом раствором несколько раз а потом сделали укол протерли это все ваточка и приклеили пластырь на то место где поставили укол все ему прививку сделали сказали следующая прививка будет через четыре недели и потом опять же через четыре недели назначили термин на 7 апреля и мы опять пойдем киндер акцию на тормин для того чтобы нам сделали прививку но это вот как бы вот все то что проверял врач на смотре вот этом у 9 больше как бы ничего не проверялось и да еще кстати сказали возможно будет температура ребенка после того после прививки и сразу написали такой рецепт можно сходить в аптеку и купить и бупрофен это от температуры потому что есть возможно было поднятие температуру но у него температура была в норме не поднялась все нормально сегодня ушел детский сад и прекрасно себя чувствует также в детском саде у них есть сауна и поэтому для посещения сауны в детском саду нужна обязательно справка от киндер акция детского врача и мы сказали что нужно такая справка и врач выдал такую справку для посещения сауны специально для детского сада ну вроде бы я все рассказал про то как проходит осмотр ребенка германии большое спасибо что смотрите мои видео если видео было вам интересным ставьте лайк кто не подписался подписывайтесь на канал всего доброго все хорошего бисбальт чуз